Двугожданный день 6 января наступил. Старт ралли Дакар 2018. Вы видите, на подиум уже выдвигаются первые автомобили. Довольно насыщенный день сегодня. После вот этого терминального торжественного старта гонщикам предстоит отправиться в окрестности Писково. 241 километр перегон. И там 31 километр спецучастка организован специально для зрителей. Ну, собственно, туда уже отправились с утра технички КамАЗ-мастера для того, чтобы встретить боевые экипажи, разложить бивак. Ну, а мы, естественно, не упустили возможность побывать на подиуме, чтобы пожелать нашим ребятам удачи и повидать вот в одном месте всех наших соперников грузовики. 42 спортивных грузовика выходят на маршрут. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть на старте. Ну, на... вне старта ничего нельзя заранее планировать. Всегда не так, как ты рассчитываешь. Ну, слава богу, что мы добрались хотя бы до подиума для фотографов. Неплохая видимость. Но нам-то надо было сделать интервью с экипажами. Мы еще попробуем это сделать там. По правилам, не по правилам это у нас получится. А пока что вот он, этот подиум. Машины едут поверху. Надеюсь, вот эту Тойоту уберут, когда будут ехать Камазы. Вот. Ну, и ждем. Камазские экипажи, они уже здесь будут скоро. И вот сейчас на подиуме экипажа, я не знаю, Ивана или Сергея Шихотарова. Пока не привык, какой у него номер. Вот. Российский флаг, не французский. Правильно, разворачиваем флаг. Да, в общем, две машины от Комтуртерма, Ивана и Сергея Шихотаровы. Кроме того, за подиум в зачете картоциклицев будет бороться наш знаменитый Сергей Корякин. Желаем всем им удачи. А вот появляется в зоне подиума первый Камаз Эдуард Николаев. Пятисотый гоночный номер по праву его. Это он выиграл в прошлом году Дакар. Естественно, открывает зачет грузовиков в этом году. Пятисотый номер Эдуард Николаев. Вот Федерико Вилагра. Очень мощный соперник. Естественно, претендент на подиум. И вся Латинская Америка, думаю, за него болеет. Департамент Дмитрия Сотникова. Непростая задача у Дмитрия на этой гонке. Он едет с 13-литровым двигателем. Новый двигатель, который стал использовать команда Камаз Мастер в преддверии подготовки к следующему Дакару, когда организаторы вводят ограничения литража двигателя для грузовиков. Рядная шестерка. Но, в принципе, неплохо себя показал уже на ралли «Шелковый путь» в этом году. Будем желать удачи экипажу и в этом году. Ну, а это белорусские МАЗы. Вспомните, как они начинали. Но мало-помалу, год за годом, видите, уже третьим стартует экипаж МАЗа. Тоже ребятам огромной удачи желаем. Всего самого хорошего. Вот дальше Лапрайс. Наконец-то возвращается в гонку на своем капотном грузовике Куин 69. В этом году он ее обозвал «Реборн». Не знаю, что в нем поменялось, но у парня хорошая амбиция, тем более, что его фамилия обязывает. Вы помните, что он племянник шестикратов объедителя Дакара, Карла Лапрайса. Это экипаж другого чешского пилота Мартина Коломны по кличке «Фэтбой». Такая комплекция у него выдает его амбиции на подиум. Очень хороший экипаж, очень мощно прошел шелковый путь тот же. И явно будет бороться за места на подиуме. Рено Мартина Ванденбринка. Очень быстрый голландский пилот. В отсутствие Жерара, опять же, это главный голландский претендент на подиум в грузовом зачете. Но подводит его пока только то, что техника, да, и может быть, собственно, какая-то нестабильность. Но много сделал для лечения надежности машины в этом году. После ралли «Шелковый путь» поработал с турбинами. Ну, наконец, Айрат Мардеев, 507 номер. У него в этом году, наверное, непривычно, 507 номер, далеко от головки ралли. Но, помните, в прошлом году застрял неудачно. Долго его удергивали несколькими машинами из бокрового русла реки. Опытный штурман Айдар Айрич Беляев у него. Механик Дмитрий Сестунов очень спокойный, надежный тоже. Ну, давайте, удачи вам, ребята. Ну и сразу два «Зеленых» и «Веха». «Астана» – это Артур Ардавичус. Быстрый пилот. Помните, начинал в Дакаре за рулем «КамАЗа». Серж Брюнкинс – его штурман. Ну и вот четвертый грузовик команды «КамАЗ-Мастер». Антон Шибалов, 515 номер, отправляется на трассу, на Леозону, а потом уже на спецучасток. Но у него функционал в этом году – быстрая техничка. Но это, в общем-то, как сложится. Вы знаете, что если экипаж начнет показывать результаты, то вполне могут его амплуа сменить во время гонки. Перегрузить тяжелые запчасти на другую машину. И вперед, Антон, вперед, экипаж. Ну вот и стартанул Дакар. Поехали! Ну, наконец, добрались мы до «Бивака» в «Писку». Гораздо позднее, чем экипажи. Но хорошая возможность поговорить с Женей Яковлевым, штурманом экипажа Эдуарда Николаева. Какой был сегодня этап, что было интересного, Жень? Ну, такой разминочный, я так понимаю, тебе просто уже надо было проехать. Или были какие-то навигаторские задачи? Ну, хороший разминочный, на самом деле. Хороший набитый след, который, к сожалению, не всегда правильным курсом шел. Так сказать, что что-то серьезное навигационное нет, наверное. Вот завтра будет посложнее, гораздо посложнее. Ну, толпы зрителей сегодня, скорее, более зрелищный такой, да? Ну, конечно, это кольцевой этап, да, он больше ориентирован на зрителей. Везде были зоны для фото, зоны зрительские. Но сразу же жесткие пески, правильно? Это пески же, то ли? Ну, да, это такие жесткие, но с мелким... Песок мелкий, очень пулеватый, такой не совсем приятный. И пересечения поперечных таких дюн, они довольно жесткие, со ступеньками, не самое, наверное, приятное. Ну, главное, чтобы вам завтра запустила удача, все хорошо. Спасибо. Слушай, 31 километр проехали всего, а чего все машины разобраны? Почему? Какие работы? Нет, ну, работы особо нет, так, плановый осмотр, ну, надо же готовиться к завтрашнему дню. Никаких серьезных неисправностей, просто осмотр, как бы сейчас под шаманем, под смотром машины и все. Как самому этап? Ну, нормально, быстро прошел, большие горы, прикольный этап. Такие и чуть-чуть и быстрые дорожки, ну, в основном такие дюны, навигация, конечно, все курсами, курсами. Следов очень много, кстати. Местные жители там приезжали на машинах, ну, очень можно спутать следы, то есть, где боевой канал или где там местные проехали. Завтра будет еще сложнее, завтра длинный этап. Ну, посмотрим, вот, за это и готовимся, чтобы не стоять, чтобы быстренько проехать его и вернуться на Бивак. Пусть так и будет, только быстро ездить. Вопрос очень простой, как прошел этап, 31 километр есть, хоть что рассказать? Да, конечно же, сегодня очень интересный день. Мы довольны сегодняшним днем и результатом, и автомобилем, вот, нашими новинками, которые мы испытываем. Сегодня практически повторился 2013 год. Вспомнили мы эти дюнки. Единственное, организаторы удлинили, конечно же, маршрут, но и добавили более сложные пересечения дюн. Вот, для первого дня это, конечно, такой был интригующий день и для пилотов, и для штурманов. Знаем, сегодня потерял Вилагра на навигации, да, он был одно непростое место, но, слава богу, наш штурман Женя Яковлев справился быстро, встали на нужную дорогу и поехали дальше. Вот, но многие были в поисках этой точки. Также были очень опасные, коварные места, вроде прямик, все, максимальная скорость, но резкие уступы невидимые, потому что солнце слепило так, что песок сливался, и ты не видишь вот эти дороги. Сразу же, примерно на пятом километре, видели перевернутый джип внизу лежал, вот, и, конечно же, после этого немножко стали осторожничать, вот, ну, в целом, довольны сегодняшним днем. Итак, непростой день позади, ну, вы видели главную интригу сегодняшнего дня. Аргентинец Вилагра теряет более 16 минут, предположительно, из-за навигационной ошибки. Не менее опытный Артур Ардавичус не взял сходу один из тягунов, как рассказали очевидцы, был вынужден сдавать назад, преодолел подъем только со второго раза и тоже теряет, уступив в итоге. Показавшему сегодня лучшее время Чеху Алишу Лапрайсу почти 5 минут уступил казахстанец. Ну, как вы поняли, Алишу Лапрайс первый, а экипажи Камазмастера разумно предпочли быть осторожными. Экипаж Эдуард Николаев показал третий результат, 29 секунд уступил Алишу Лапрайсу. Экипаж Антона Шибалова пятый, 1 минуту 18 секунд уступил Алишу Лапрайсу. Экипаж Дмитрия Сотникова седьмой, плюс минута 48. Экипаж Айрата Мардиева восьмой, плюс 2 минуты 11 секунд. Вторым был сегодня Мартин Ванденбринг. Ну, гонка стартовала, все только начинается. Завтра уже более серьезный этап и следим за гонкой, болеем за наших. Редактор субтитров А.Семкин